Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел» и я, ее ведущий, Рустам Вафин. Сегодня мне в студии помогает журналист Альберт Бекбов. И гостем в нашей студии доктор наук, доцент, заведующий лабораторией нанооптики Института физики Казанского федерального университета Харенцев Сергей Сергеевич. — Добрый день! — Добрый день! — Здравствуйте! — Сергей Сергеевич, я сразу начался с места карьер в карьер. Сфера ваших научных интересов — фотоника. Звучит футуристично, звучит интересно, вкусно. Кратко поясню для наших телезрителей. Фотоника, по сути, является аналогом электроники, на базе которой существует вся современная наша цивилизация. Но отличие в том, что фотоника предполагает использовать не электроны, а световые наночастицы — фотоны, что на порядок делает более быстрые, чем электроны. Что даст человечеству переход на фотонику? Каким станет мир? Что изменится в нашей жизни, когда этот переход случится? Какие фундаментальные ограничения, которые не позволяют сегодня сделать этот переход? И как физики надеются обойти эти ограничения? С этого круга вопросов мы, наверное, начнем. Мир станет быстрее. Это первое. Он станет быстрым, компактным. И, в общем-то, это случится очень скоро. И это уже сейчас происходит в данный момент времени. Но если говорить об ограничениях, которые сегодня сталкиваются с современным развития в мире, то мы уже достигли определенных пределов в области электроники. Связано с тем, что частота, на которой работают электроны, они уже, в общем-то, мы достигли этого фундаментального предела. Многие из вас, кто приходит в магазин покупать какой-то электронный гаджет, компьютер, мобильный телефон, сегодня мало обращает внимания на тактовую частоту процессора. И сейчас больше внимания уделяют памяти, уделяют, значит, сколько пикселей в камере, ну и так далее. Но уже по быстродействию процессора как-то люди уже особо не интересуются. И это правильно, потому что дальше расти нам некуда. И это очень серьезный вызов в наше время, как развиваться дальше. И вот таким подходящим решением это может выступить фотоника, безусловно. Но здесь есть действительно фундаментальные ограничения. Несмотря на то, что фотон примерно в тысячу раз быстрее электрона, но фотон, он в тысячу раз и больше размера электрона. А мы уже привлекли к тому, что все наши электронные устройства, компьютеры, значит, интегральные схемы, они становятся более компактными. Количество транзисторов на квадратный дюйм становится все больше, 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 больше. Уже закон Мура не работает в настоящее время. И, значит, понятно, что свет, размер которого порядка одного микрона, мы не можем никак его засунуть в эти миниатюрные микросхемы. И таким пределом, таким точнее ограничением является дифракционный предел. Это фундаментальное ограничение в природе, в свет, в любой свет, который мы сейчас наблюдаем, вокруг, он является дифракционно уширенным, говорят специалисты в этой области. Поэтому для того, чтобы использовать фотонные технологии в таких технологиях, в электронных технологиях, необходимо придумать какое-то такое решение, которое позволило бы электромагнитным колебаниям двигаться скоростью света, но быть очень компактными. И такое решение было найдено. Это, собственно говоря, является такая комбинация двух направлений, точнее, двух способов или двух носителей, наверное, скажем так. Это фотоны и электроны. То есть взаимодействие света и вещества, а именно фотонов и электронов, или электронного газа в металлах, как говорят, приводит к появлению таких гибридных интермагнитных волн, которые распространяются на границе раздела двух средств, металл и электрик. Вот эти волны, они двигаются со скоростью света, но они очень локализованы в интерфейсе и занимают очень маленькие размеры. Это речь идет о плазмонах, да? Да, это речь идет о плазмонах. Собственно говоря, плазмоника является той самой интересной и быстро развиваемой сегодня наукой, которая является неким таким, даже не то чтобы междисциплинарным направлением, он является комбинацией двух, вот электроники и фотоники. То есть взаимодействие света и вещества приводит к появлению таких вот гибридных, таких квази-эльтромагнитных волн, скажем так. Сергей, вы сказали, что мир станет более быстрым. Но вот вы сами добавили о том, что люди, может, не очень интересны сейчас частоты, не ошибаюсь, в гаджетах. Да, тактово частота процессора. Тактово частота процессора, потому что скорость гаджета вполне удовлетворяет пользователей. Вот что случится с этим обычным прибором, когда в нем будут использоваться в его схемах не электроны, как сейчас, а фотоны? Потому что скорость меня, например, вполне устраивает. Ну хорошо. Или это речь идет о каких-то других технологиях, других девайсах, других оборудованиях, где это будет сверхактуально? На самом деле обработка информации — это не одна из таких ключевых задач. Это одна из ключевых задач. Потому что у нас еще вопросы хранения информации, у нас есть обработка информации, передача информации. Ну и, собственно говоря, мы можем производить какие-то манипуляции с отсветом. Ну, например, все вот электронные гаджеты, которые находятся у вас на столе, они вырезаны с помощью оптического литографа, то есть с помощью светового луча, который сжимает сегодня до размера всего 7 нанометров. В этом году компании, допустим, Samsung и Apple перешли на технический процесс 7 нанометров. То есть это минимальный топологический размер в интегральных схемах составляет 7 нанометров. Через два года это уже будет 5 нанометров. А в 2024 году компания, нидерландская компания СМЛ, планирует вывести оптический литограф с техпроцессом 2-3 нанометра, основанных уже на плазмонных технологиях, кстати говоря. То есть это достаточно такой серьезный прорыв. В плане, вот на ваш, отвечая вопрос, относительно гаджета, на самом деле гаджета, мир движется туда, что в принципе вычислительный процессор иметь с собой в ноутбуке, в компьютере или в телефоне, действительно, сейчас это будет маловероятное такое направление. Я думаю, что все эти вещи будут обрабатываться в облачных сервисах. Но для того, чтобы получить доступ к этим облачным сервисам, у нас должен быть очень достаточно неплохой интернет. Но я бы не сказал, что вот вы, например, живете в Казани, и что у нас интернет абсолютно безупречен. Вот какова скорость сегодня средняя в наших сетях, с учетом того, что мы уже используем оптические оптоволоконные кабели. Ну, то есть это заявляют там рекламу до 200 мегабит в секунду, по факту это в десятки раз меньше. То есть это не такие большие скорости. И понятно, что для того, чтобы решать серьезные задачи, то есть обращать, пересылать большие объемы данных, допустим, в облачные сервисы для хранения и для обработки, ну, требуются как минимум высокотранспортные оптоволоконные кабели. Они тоже оптические сегодня, да, там используется обычный свет, обычные фотоны. Размер всех фотонов примерно полтора микрона. Размер волокна сегодня это примерно 120 микрон. Сердцевина, по которому распространяется свет, составляет порядка 10 микрон. Используя плазмонные волокна, благодаря синолокализации света при взаимодействии с электронами, позволяет создать это волокно размером, ну, буквально, десятки нанометров. Ну, чтобы это было понятно, десятки нанометров, это мы, ну, понятно, что кабель мы можем оставить примерно таким же. Если мы посчитаем эффективно площадь сечения передачи информации, то информация примерно возрастет, пропускная способность в миллиард раз. То есть, переходя к свету, от фотона к плазмону, мы можем увеличить пропускную способность интернета в миллиард раз. Отличие фотона от плазмона от тем, что плазмон сжатый, как бы, получается. Плазмон, он, скажем так, плазмон является быстрым, как фотон, но маленьким, как электрон. То есть, Сергей Сергеевич, я так понимаю, удается обойти физическое ограничение по оптике? Совершенно верно. Там есть диаметр кабеля. Совершенно верно. Да, совершенно верно. То есть, главная задача, которую решает сегодня плазмон, это обойти дифракционный предел и заставить работать интегральные схемы на более высоких частотах и, соответственно, получать лучшие результаты. Можно дилетантский вопрос? Скажите, вот плазмоны – это путь к квантовому компьютеру? Перехватил мне этот вопрос. Да. Потому что, если вы сказали, в миллион раз скорость – это примерно то, что заявляют о квантовых технологиях компьютера. Ну, здесь, на самом деле, квантовые… Я думаю, что, безусловно, это так. И это случится, на мой взгляд, не так быстро, как может показаться. Хотя сейчас есть в мире определенный хайп на эту тему. Но хотя такие хайпы, они существовали всегда. Да, в 20-м веке, мы знаем, это был в свое время термояд. Потом появилась там в 80-х годах идея о высокотемпературной сверхпроводимости. Потом появились там нанотехнологии, углеродные материалы, трубки, графены, фулерены. То есть много чего стало появляться, все это модно. И это, в принципе, нормальное такое развитие в науке. Борьба идет за ресурсы. Вот сейчас вот так получилось, что вот такой хайповой темой является квантовый компьютинг, квантовые числения, квантовые технологии. Вот, и, ну, скажем так, я лично пока не верю в то, что в ближайшее время у нас появится квантовый компьютер, в том смысле, в каком его понимают сегодня. Другое дело, что сегодня существуют определенные достижения в области квантовой криптографии, уже используются не просто в научных целях, а уже в банковской сфере. То есть пишутся квантовые протоколы, передают информацию защищенную с достаточно высокой степенью надежности. Но это очень такие маленькие частные задачи. И пока я вижу использование квантовых технологий именно для решения определенного класса задач. Ну, вот как вот, если брать там искусственный интеллект, например, вот есть там так называемые нейросетевые, сегодня делают платы, которые тоже решают достаточно узкий класс задач. Потому что многие воспринимают квантовый компьютер, это как по аналогии с персональным компьютером. Вот у меня стоит персональный компьютер, вот будет все то же самое, но он будет квантовый, и будет работать в миллиард раз быстрее. Принципиально иной тип вычисления. Абсолютно. Это вообще сравнивать так ни в коем случае нельзя. И в этом смысле я всегда вспоминаю такое развитие от магнитной ленты, когда мы хранили информацию, помните, наверное, такие времена еще застали. Потом были, значит, у нас компакт-диски, CD, DVD, значит, были Blu-ray, которые практически быстро умерли. Многие даже не знают, что это такое и как это работает. И быстро перешли на флеш-технологии. Так вот, достаточно серьезные были такие ожидания по поводу развития CD-дисков. То есть я знаю, что японское правительство выделило, собственно говоря, с них и пошло вот это Blu-ray. Насколько мне известно, они выделили большие гранты для того, чтобы увеличить плотность записи оптической информации на компакт-дисках. Если в старых версиях использовался свет 780 нанометров, то вот в последних, в Blu-ray технологиях, там использовался уже лазер с длиной волны где-то 405 нанометров, если я не ошибаюсь. Таким образом вот они пошли по этому пути. Но это все оказалось невостребовано и, в общем-то, рынком это уже забыто, что это такое. И мир начал развиваться в области флеш-технологий, энергонезависимых, так называемой энергонезависимой резистивной памяти. Я думаю, что мы придем к квантовым технологиям через цепочку электроника, фотоника, плазмоника, квантовой технологии. Ну вот сегодня, почему я так говорю, вот я был недавно на конференции в Китае по как раз вопросам плазмоники, где собрались, ну, пожалуй, наверное, самые такие выдающиеся эксперты в этой области, которые уже нашли, скажем так, квантовомеханический предел плазмоники. Он вставляет в пределах 2-3 ангстрем, 2-3 ангстрема, это, ну, примерно размер одного атома. Это в 10 раз меньше 1 нанометра. Ну, что такое 1 нанометр, уже понятно. И сейчас вот современная фотоника, она работает на масштабах 1 десятая ангстрема. Даже электронная микроскопия, которая представляет мощнейший аналитический инструмент анализа материалов, остается как бы немножко в стороне, потому что свет, во-первых, является недеструктивным зондом и позволяет сегодня не просто увидеть одиночную атомную молекулу. Свет позволяет сегодня визуализировать отдельные химические колебания. Что такое деструктивный? Недеструктивный, имеется в виду, то есть, если вы берете электродный луч, электродный луч вообще может повредить то, что вы пытаетесь рассмотреть. То есть, это что-то типа радиоактивного рентгенского излучения? Например, да. Поэтому та часть оптики, которая связана с высокоэнергетичными фотонами, это рентгеновские фотоны, гамма-фотоны, они действительно имеют меньшую длину волны, но они менее полезны в том смысле, что под их действием, ну, скажем, любая клетка, она умирает, разваливается, разрушается, и поэтому использовать их в диагностике нет никакого смысла. То есть, человека под электронный микроскоп класть нельзя? Безусловно, нет, и мы ничего не увидим. Во-первых, это будет крайне дорого, и в этом нет никакой необходимости. Хотя у нас одна компания в Казани большая существует, они пытались, я не буду назвать эту компанию, значит, пытались, значит, они создают упаковку и пытались пылить, значит, слой металла толщиной 20 нанометров для того, чтобы защищать продукты питания, например, от претеновения кислорода. И я им задал простой вопрос, а как вы будете контролировать толщину напыления 20 нанометров, мне не очень понятно. Все-таки там производство, это же большое оборудование, идут такие ленты этой полимерной пленки. Ну, они говорят, ну, вот мы будем через электронный микроскоп это все смотреть. Мне было как-то несколько неудобно, потому что я не очень понимаю, что это такое. Потому что понятно, что это, во-первых, достаточно высокий вакуум, это как интегрировать электронный микроскоп в такую индустрию. Да, мне тоже было это не совсем понятно. Вот, поэтому, ну, то есть люди пожали плечами. Ну, я думаю, на самом деле ничего этого реально не происходит, никого контроля качества не существует. Я думаю, что селективно-выборочно, может быть, там отрезается кусочек, проверяется там раз в полгода, возможно. Насколько я понял, они пошли проверенным путем, купили за границей нормальный аппарат, который им пленку делает. А, ну, да, 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 это такое тоже. А потомные вот эти микроскопы уже и существуют? Какие-то, какие-то, как альтернативы электронным микроскопам? То есть, с точки зрения технологии, это не просто теоретическая выкладка, что такая возможность есть, да? А вот есть агрегат, аппарат. Имеется в виду оптические микроскопы, которые обеспечивают разрешение, как у электронного микроскопа? Даже выше, я так понимаю. Или имеют какие-то качества, которые электронный микроскоп недоступны, в том числе безопасности? Ну, значит так, вот у нас в лаборатории такой оптический микроскоп существует. Он дает разрешение примерно 10 нанометров. Это несколько ниже, чем дает электронный микроскоп. У нас есть в нашем университете микроскоп, который дает пространственное разрешение примерно 2-3 нанометра. И даже меньше, с учетом того, что у нас есть еще и просвечивающий электронный микроскоп. Когда я говорю об микроскопе, который вот, это на самом деле открытие этого года. Это вот в апреле этого месяца была опубликована в журнале Nature группой американского физика Араб Кориана, которые впервые заявили о разрешении в оптике длина волны света поделить на тысячу. Вот в школьных учебниках, вот мы сейчас преподаем студентам, школьникам, мы рассказываем про фундаментальный предел в оптике длина волны делить пополам. То есть разрешение определяется длиной волны света делить пополам. Вот в этом году впервые исследователи получили разрешение длина волны поделить на тысячу. Это современный уровень развития. Более того, буквально неделю назад прошла конференция в Японии и выступал один из больших экспертов в области усиленной оптической микроскопии, спектроскопии Сатоши Кавата. И они сейчас разрабатывают, на мой взгляд, прорывную технологию, основанную, опять же, на плазмонных наночастицах. Они берут наночастицу и запускают внутрь живой клетки. И эта наночастица совершает броунское движение внутри клетки, сталкивается с рибосомами, с ДНК, и посылает сигналы во внешнее пространство. И этот рассеянный сигнал регистрируется, обрабатывается математически, и создается 3D-реконструкция внутреннего содержания клетки. То есть это такая томография, такая нанотомография с разрешением около от 1 до 10 нанометров 3D-томографии внутренней клетки. Безусловно, эта работа может вызвать резонанс. Она еще не опубликована. Я думаю, что в следующем году она будет опубликована. И если это будет работать надежно и хорошо, это будет достаточно серьезный переворот в биологии и медицине. Собственно говоря, первым шагом это была флюоресцентная микроскопия сверхвысокого разрешения. Сейчас медики и биологи этим любят заниматься. Это достаточно дорогая технология. Буквально кратко берут флюоресцирующую краску, краситель. Как светлячки, они светятся в темноте. Берут такие флюорофоры, их пришивают клеткам и освещают светом. И вот эти пришитые флюорофоры начинают светиться. И мы можем наблюдать за динамикой того, что происходит внутри. За это получили в 2014 году Нобелевскую премию по химии. Получили, правда, физики. Это Бейцек, Халл и Бернер. Я думаю, что следующим этапом это будет достижение в области... Кстати, с помощью флюоресцентной высокого разрешения было получено разрешение 10 нанометров. А сейчас речь идет об еще лучшем разрешении примерно в 100 раз. Это уже внутри клетки. Да, это внутри клетки. И, собственно говоря, это будет большой подарок для наших биологов, потому что сегодня они просто не имеют доступа к этой информации. То есть приходится гадать, предполагать, что мустоисто теория, модели и так далее. Можно даже так и инсид увидеть невозможно. То, что японские товарищи, господа, придумали, это можно будет воспроизвести на базе оборудования университетской вашей? Нет. Нет. То есть, например, для наших биологов воспользоваться этими достижениями в ближайшее время на университетской базе невозможно, потому что у нас биофак активно развивается. Совершенно верно. Ну вот, это моя мечта, скажем, построить такую установку. Таких установок в России нет вообще ни у кого, даже в Европе нет. С моей точки зрения, ну вот я так прикинул, где такие лаборатории существуют. Вот одна существует в Китае, это грубо Чанчжао Донго. Значит, это вот две установки вот в Калифорнии и вот North West University. По-моему, три системы в мире уже сделаны, которые дают лямбда тысячам. Почему нет? Потому что эти установки работают сегодня при условиях ультровысокого вакуума и при очень низких температурах. То есть, нужна необходимая инфраструктура. И, в общем-то, я задал простой вопрос руководителя этой группы, сколько потребовалось денег для того, чтобы построить такую лабораторию и получить такие результаты. Он озвучил, это примерно 5 миллионов долларов. Это одна лаборатория. Если говорить, одно дело приобрести оборудование, другое дело на нем работать, его поддерживать. Это необходимо сервисное обслуживание, необходим аксессуар. Это все тоже достаточно дорогое удовольствие. И, ну, скажем так, если средний чек на лабораторию, скажем, из группы 10 человек будет составлять от 50 до 100 миллионов рублей в год, это делать возможно. Ну, то есть, вот инвестиции, скажем так, вот примерно 5 миллионов долларов инвестиции в оборудование, в инфраструктуру, плюс вот ежегодные там. То есть, эти люди делали результат примерно 4 года. Вот 4 года с нуля вот такие инвестиции за 4 года делают такой результат и публикация в журнале Full Nature. Можно политизированный вопрос задать? Вот Советский Союз, традиционно Советский Союз и потом уже Россия, мы всегда отставали в микроэлектронике. И помните даже это выражение, советский компьютер самый большой компьютер в мире. И вот есть ли шанс вообще перепрыгнуть, обойти наших конкурентов через фотонику? То есть, сможем ли мы в России совершить вот такой вот обходной маневр и войти в элиту уже новых технологий? Вот как ваше мнение? Можем ли мы это делать? Потенциально, да. По факту, не знаю. Это уже зависит от политической воли руководителя нашего государства. Нужно ли это делать? Почему потенциально? Потому что в России, кроме нефти и газа, есть еще один фантастический, на мой взгляд, ресурс. У нас огромный человеческий капитал. У нас очень много талантливых людей. И не всякая страна может похвастаться таким количеством талантливых людей. И вот в этом смысле мы могли бы, конечно, много чего делать здесь. А по факту, для того, чтобы этим заниматься, мы должны много уделять вниманию как раз развитию человеческого капитала, его поддержке, инвестировать в человеческий капитал. Пока мы инвестируем в железо, мы инвестируем в инфраструктуру больше, но не в людей. Пока это, наверное, главная ошибка, которую мы совершаем. Хотя есть точки роста в нашей стране. Опять же, в нашей стране... Вот какие точки? Где центры? Ну, безусловно, это сегодня одним из таких лидеров, наверное, является Сколкинский институт науки и технологий. Где, в общем-то, в чистом поле построили большой инновационный научный город. И который сегодня уже дает неплохие результаты. И, кстати, там есть группа, ну, например, правда, иностранного ученого Павла Лагудакиса, который построил фантастическую лабораторию по фотонике. Она просто поражает своей функциональностью и мощью. Но там были инвестированы очень большие средства, порядка 20 миллионов долларов, насколько мне рассказывали там ребята. Ну, в общем-то, там можно делать науку на достаточно высоком... По нацпроекту, да, деньги пошли? По науку. Ну, там у них отдельное финансирование. То есть, у них там свой, как бы, бюджет. Вот, по этим правилам не все играют, да, скажем так. Так, вторая точка, это, безусловно, ИТМО. Это, значит, университет ИТМО. И то, скажем так... Игерский университет. Да, это в Петербурге, в Санкт-Петербурге есть такой университет. Значит, ну, там, конечно, были большие традиции. Это он появился не в чистом поле. Это ГФЛИТМО. Вот, но, тем не менее, даже в рамках одного университета, я могу сказать, происходит по-разному. Есть лаборатории, которые, вот, ну, не очень, а есть, ну, просто очень такие прорывные, значит, точки роста. На мой взгляд, это вот, ну, это не в целях рекламы, я сейчас говорю, а подчеркнуть, ну, например, Центр нанофотоники и метаматериалов, которым руководит Павел Александрович Белов. Ему там 41 год, и он самый старший в этой лаборатории. В лаборатории около 200 человек, средний возраст 30 лет. В его команде достаточно много докторов от 30 до 35 лет. Средний объем финансирования на одну лабораторию, там несколько лабораторий, как раз от 50 до 100 миллионов рублей. Ключевым, на мой взгляд, моментом, о которых многих из нас волнует, что вот из России талантливая молодежь убегает там на Запад и на Восток, что делать. Вот в эту лабораторию люди приезжают из мощнейших центров США, Европы и Австралии. Мне это поражает. Сергей Сергеевич, а вот скажите, вот конкуренты зарубежные, самые сильные центры, ваша оценка этих центров по фотонике зарубежных? И в этой шкале, в системе координат, где находятся российские центры, мировые центры, российские и, в том числе, ваша лаборатория, может быть, можно такую систему координат выстроить? На самом деле это, смотря как сравнивать, если, ну как это выстроить в этой системе координат, это финансовая система координат на самом-то деле. То есть, если, ну как, если, допустим, США это, там, 3-4% ВВП, инвестирование в науку, там, Китай 5%, мы 0,3%, ну вот, вот, примерно так. Я думаю, это в среднем по рынку, это будет именно, точнее, средний по больнице, это вот, ну, в десятки раз мы находимся. К чему я задал вопрос, на днях, буквально на днях, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о том, что государство будет поддерживать микроэлектронику, микроэлектронную промышленность России, в том числе, включая строительство двух заводов по микроэлектронике. То, что было разрушено, задело с 50-х годов, когда там был последний год, когда Советского Союза была попытка эту микроэлектронику поднять, там были усилия колоссальные, в 90-е годы все это рухнуло. В общем, вот сейчас два завода микроэлектроники. А к чему я говорю, правильно понимаю, что это речь идет о создании железа отечественного. То есть, мы всегда были сильны в софте, а вот сейчас речь идет о железе. Я правильно понимаю, что появление фотонных технологий, перевод с электроники на фотонику, это создание нового типа железа. Принципиально отлично от того, что вот электроника прошлого, нынешнего. Да, безусловно. И то есть, соответственно, если эти ресурсы бросать не на микроэлектронику, в основном на электронах, а на фотонику, микрофотонику, плазмонику, то мы, возможно, получим новое железо, то, чего в России никогда не было на самом деле. Или всегда была отстающая сторона. То есть, если концентрировать ресурсы на это направление, ну, может случиться, что мы перевернули шахматную доску, и вот вышли на рынок с каким-то продуктом, который там равен как минимум, да, может чем-то превосходит. То, что сейчас надо тема работы не только жить в России, там, в первую очередь, в Китайской, в Японии, там, США. Может так случиться, что было бы разумнее вкладывать уже в новое железо, новый тип железа, чем в то, что уже достигло своего предела на самом деле? Ответ краткий – нет. Почему? Ну, для того, чтобы двигаться вперед, ну, например, вот мы хотим хотя бы вот повторить, создать вот этот смартфон в наших условиях. Насколько я понимаю, все эти телодвижения были связаны с тем, что, насколько я известно, зеленоградские компании «Ангстрем», по-моему, в состоянии банкротства находятся с «Микроном», которые, собственно говоря, занимаются вот этими технологиями, пластиками и прочее. То есть, не в лучшей форме эти предприятия сегодня находятся. Вроде Роснано же инвестировало в них достаточно большое количество. Да, нет, Роснано, оно инвестирует в большие деньги и много в кого. Вот, ну, как бы, и речь сейчас не об этом. Для того, чтобы хотя бы, вот когда я говорю, техпроцесс 7 нанометров, какое оборудование позволяет это делать? Сегодня это в топовой линейке, это оборудование, это оптическая литография. Делать нидерландская компания «Асэмэээль». Я когда был в прошлом году в этой компании, и понятно, что производители такие, как iPhone, Apple компания, Samsung и другие, то есть они стоят в очередь за этими машинами, потому что это, безусловно, конкурентное преимущество, и это в рынке сбыта фантастические. На одном Samsung, как мне объяснили, сервис инженеров от этой компании полторы тысячи. А я говорю, а в России сколько? Один человек. На всю Россию один? На всю Россию. Я говорю, подождите, а, во-первых, у нас нет, скажем, вообще мне сказали, что продать такое оборудование России не смогут напрямую, потому что страна третьего мира для них, и для нас эти технологии закроют. А может, еще и санкции действуют? Не, ну санкции санкциями, но, насколько я понимаю, что они не продают, я не знаю, почему они относят нас к стране третьего мира, но, тем не менее, вот они так вот прозвучало в их устах, что вот ту установку, которую покупали по 90-метровой технологии в Зеленоград, ее как-то продавали, как-то вот сложно через Францию. Цепочкой, да, там. Детали там не знаю точно, но там такая интересная схема, которые пытались сделать апгрейд до 45 нанометров, и не знаю, чем-то закончилось в итоге, смогли это ли задачу решить. Ну вот, опять же, если говорить, то есть мы можем говорить в деньгах, где мы, ну понятно, то есть в десятки раз мы в это, да, если говорить в нанометрах, если кому-то деньги не нравятся, то есть вот мир, это сегодня 7 нанометров, мы это, ну скажем, это 50-60 нанометров. Ну опять, ну здесь, он тоже 10 раз почти что. В нанометрах мы тоже 10 раз отстаем. То есть что в финансах, что в нанометрах. Да, да, одинаково там и там, это на порядок. Поэтому я говорю, а не бросили микроэлектронику, и давайте займемся фотоникой, и вдруг мы там выстрелим, и, соответственно, получим какие-то невероятные результаты. Ну звучит же, что необходимо оборудование. Дело в том, что это не получится, то есть нельзя развивать там отдельно фотонику, отдельно микроэлектронику, отдельно биологию и так далее. Очень важный здесь комплексный подход, здесь необходимы математики, инженеры, физики, химики, биологи. Должна быть некая такая научная, творческая среда, которая бы, вы знаете, когда вот говорят, может быть, легенды, когда приносили бюджет Сталину, да, то есть он всегда на две статьи дописывал один нолик. Это на МВД и на науку. То есть дорисовывал один нолик. И говорят, что вот до войны наука финансировалась в мире, скажем, больше всего, больше, чем в США, где бы то ни было. Кстати, сейчас инвестиции в науке, по-моему, максимально не в США, а в Южной Корее. Кстати, где находится Samsung. В отношении к ВВП, наверное, не... Ну да, конечно, 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 да, да, да. Давайте вернемся к вашей лаборатории. Вот ее место об условной шкале в России. Номер один. То есть ни Сколково, которого вы говорите, ни Питерское, ни ТМО, такой лаборатории там нет? Нет, в России нет. В России это единственная лаборатория такого класса и уровня. Более того, эта лаборатория начала... Точнее так, прежде чем создать эту лабораторию, я был в докторатуре два года в Нидерландах. И как раз я с нуля получал новые знания, как экспериментатора в этой области. Достаточно новой области. И мы, кстати, получили на коммерческом обороне в общем-то впервые пространство разрешения порядка десятков нанометров. И после этого, когда я уже сюда вернулся, мы попытались сделать примерно то же самое в России. Но это оборудование, которое производила и производит компания НТМДТ, которая из Зеленограда также продана таких установок, точную цифру не назову, но это десятки, может быть, 20-25, в разных университетах по всей стране. То есть, вроде, казалось бы, выделяются деньги бюджетные, ставятся установки, но вот по отзывам, опять же, представителей этой компании, то, что я езжу по разным университетам и смотрю, в каком состоянии находится лаборатория, это все не работает. Разница в человеческом капитале. Расскажите о вашей команде. Команда у нас небольшая, всего, если говорить де юре, всего два человека, это две ставки у нас инженерные, а так всего у нас работает пять человек, у меня сейчас работают два аспиранта, два инженера, значит, и два студента. В общем-то, команда очень маленькая и по мировым, и по нашим меркам. Конечно, группа должна состоять из порядка 10-15 человек. И, тем не менее, такими силами мы, в общем-то, делаем неплохие результаты. То есть мы публикуем в год порядка, ну, сейчас вот в этом году мы опубликовали, там, условно говоря, шесть работ, одна монография, значит, там, три статьи Ку-1, например. Высокий импакт-фактор, да, в журналах? Да, безусловно. Ну, то есть средний импакт-фактор это где-то от пяти до шести. Значит, если нормировать на человека, то, в принципе, эти показатели достаточно высокие, по университету в том числе. В чем секрет успеха, возможно, почему получилось? Дело в том, что тот опыт, который я получил в Нидерландах, я прекрасно понимал, что купить оборудование это 90-20% успеха. Я прекрасно понимал, что за этим последует и за этим последует сопровождение этого оборудования. это аксессуары, это сервисное обслуживание и так далее. То есть я это предусмотрел с самого начала, то есть понимал, что, скажем, последующие там пять лет финансирования не будет. И, собственно говоря, я заранее позаботился и спланировал работу так, чтобы хватило денег на последующие годы, чтобы моя лаборатория не простаивала. Так и случилось. Вот мы уже работаем, мы начали работать в 2011 году, уже восемь лет прошло. За это время, кстати, мы защитили четыре кандидатские диссертации в лабораторию, вот одну докторскую. То есть, собственно говоря, ваш слога защитил. Значит, мы опубликовали порядка 25 работ в Science Copus за это время. Вот. То есть сегодня эта лаборатория находится в достаточно распоспособном состоянии. То есть, как я люблю говорить, оборудование должно быть находиться в состоянии, чтобы можно было пойти, вот мы сейчас с вами пойдем в лабораторию, мы можем измерять 24 часа в сутки. То есть вот в таком состоянии должно быть все настроено. Всегда. Вот смотрите. Что касается, я извиняюсь, перебью, что касается места в мире, то мир на месте не стоит. На самом деле, с точки зрения развития спектроскопии гигантского комбинационного растения света мы находимся на достаточно высоком уровне. Я это чувствую по уровню докладов на конференции. Им там можно друг друга сравнить. Что же касается, скажем, такой передовой, фронтовой науки, то здесь мы очень сейчас начинаем сильно отставать в силу того, что, ну, просто это невозможно, потому что порядок финансирования, он разный. и здесь по объективным причинам, не потому что они там умнее, там талантливые и так далее, просто у нас нет таких ресурсов, чтобы успеть угнаться за этими центрами. Поэтому... Наверное, от смежных тоже областей зависит. То есть, все-таки, это же междисциплинарный подход, как тормозиться еще и... Абсолютно, абсолютно. То есть, тут на самом деле очень важная вещь, когда в университете, вот я люблю приводить всегда такой пример, если я вижу человека, который занимается наукой, останавливаю в коридоре, задаю вопрос по науке, и человек включается сразу, и мы начинаем с полуслова понимать и говорить о науке, вот это говорит о здоровом, о здоровой научной атмосфере в университете, в институте, на кафедре, в лаборатории. К сожалению, вот таких людей становится все меньше и меньше и меньше. То есть, такое ощущение, что люди перестают крутить педали. Ну, имеется в виду заниматься наукой, писать научные статьи своей рукой, то есть, особенно, чем старше становится человек, люди перестают заниматься наукой. То есть, ну, занимаются больше административной деятельностью и так далее, каким-то общим руководством. Но я считаю, что ученый в любом возрасте, независимо от своих заслуг, обязан писать научные статьи. То есть, у меня очень такой интересный пример, когда я в Нидерландах познакомился с Дехасоном, он был вице-президентом Академии наук Нидерландов, и у него была очень мощная группа, он работал, кстати, по большому Ходдобл-Роскомпанию АМГ, это Мерседес. Вот они делали углеродное покрытие для этих цилиндров в двигателях. Сейчас, вот если взять, разобрать Майбах, например, разрезать пополам, они будут там, значит, иметь черное покрытие, так называемый аморфный углерод с краплением частиц, значит, титана размером 2 нанометра для того, чтобы уменьшить трение поршня в этих цилиндрах. Вот они решали такую задачу, и когда я с ним познакомился, в его кабинете он писал научную статью, посмотрел его работы, число соавторов его работе, это 2-3 человека, что уже вызывает уважение, они братские могилы, хотя они занимаются чистым экспериментом, это не теоретически работа, но мне больше поразило то, что он в общем-то вице-президент Академии наук Нидерландов, ну вроде бы по нашим меркам человек должен быть достаточно занятой, когда ему писать научные статьи, я говорю, ну вы же большой крупный чиновник, когда вы пишете статьи, он говорит, я вот перед вами пишу сейчас статью, я занимаюсь научной работой, и вот вот этот момент мне не очень понятен, то есть почему чиновник такого ранга может, а пишет научные статьи, занимает высокое место в иерархии мировой науки, а вот наши чиновники не пишут научных статей, вот этого я не знаю. Вот физики школы Ландау, они, несмотря, вот та школа, которая дала фактически весь свет нашей очечественной физики, они занимали действительно потом последствия и самые высокие посты, вот они и писали, 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 никогда не выключались до этого процента. Более того, я вам скажу, что даже школьные учебники по физике писали академики. Сергей, вот у вас, скажем так, я хочу сузить. Фотоника, плазмоника, много направлений, много центров, которыми занимаются. Начнем, специализируйтесь в вашей лаборатории, в ваш центр. Потому что, я так понимаю, вы в какой-то узкой области работаете? На самом деле, мы работаем не совсем в узкой области. Наша область достаточно такая фундаментально прикладная. Мы занимаемся изучением взаимодействия света и вещества за пределом дифракции света, то есть на расстоянии нескольких нанометров, ну, десятков нанометров. И вот эти знания, которые мы получаем в результате таких исследований, мы используем в разных прикладных задачах. Ну, такими задачами, например, вот сейчас мы занимаемся нелинейной плазмоникой, да, это используем так называемые компленочные структуры металл-диэлектрик, у которых есть такое необычное свойство, диэлектрическая проницаемость этих материалов, она находится вблизи нуля. И такие материалы позволяют нам существенно усилить нелинейные сигналы таких систем. И вот такие тонкопленочные структуры мы можем использовать, ну, скажем, в оптической визуализации со сверхвысоким пространственным разрешением, то есть за пределом дифракции. То есть мы недавно, ну, как недавно, уже года три, наверное, занимаемся созданием нелинейной разупорядоченной металлинзы, которая позволяет нам наблюдать за наноструктурными объектами размером нескольких десятков нанометров. Это главная задача. На самом деле такая задача это очень такая амбициозная задача. Дело в том, что биологам, материаловедам, химикам необходим инструмент, который позволил бы смотреть в объект, в структуру, в молекулу с таким разрешением, получить информацию. Но понятно, что, как я уже говорил выше, у нас есть фундаментальные ограничения, которые просто так победить не совсем удается. Вот. И построить оптическую систему визуализации наноструктурных объектов в режиме реального времени за пределом дифракции света, вот это такая человеческая мечта. На сегодняшний момент таких систем не существует. То, что мы делаем, это не в режиме реального времени, мы используем принцип сканирования. То есть, мы снимаем изображение, точнее, формируем изображение пиксель байпиксель. То есть, ну, поэтапно. Поэтапно, Ну, как это обычная разверка, как телевизор, то есть, бегают лучше, сканируют и так далее. Но, то, что я сейчас, у меня очки, это же тоже оптический прибор, да, то есть, я же ничего не сканирую, я же вижу сразу в режиме реального времени, у меня строится картинка на сетчатке. Вот. И было бы здорово построить вот эти очки, которые бы делали все то же самое, но за пределом дифракции света. Может быть, даже и рак вылечим, если вот так. Ну, когда-то вылечим, безусловно. Что это дает? То есть, в прикладном смысле, ну, для биологов, для химиков, для металловедов. Ну, какое оборудование получится результатить? Для робототехники это, безусловно, техническое зрение. Раз. Для медицины это биосенсор. Два. Это, ну, собственно говоря, вы можете проводить экспресс-химическую диагностику ну, таких малых концентраций, там, уже, там, не наномоль на литр, а может быть, даже и пикомоль на литр проводить такую химическую диагностику. Это, конечно, будет очень здорово. То есть, чувствительность поднять можно в несколько раз. Значит, в медицине это, действительно, это, возможно, будет связано с силой того, что мы, кстати, занимаемся нитридами титана, а титан, в общем-то, биосевместивый материал, то есть, это можно будет препарировать и в живые ткани, например, то есть, использовать, скажем, для, в задачах офтальмологии, неправильно говорю, офтальмологии. Да, ну, с глазами, проблема в увеличении глаз. вот, что еще, какие-то могут быть задачи, надо вспомнить. Поведение клеток. А, ну, безусловно, то, что вот я приводил пример Сатоши Кавата, это оптическая визуализация живых клеток в динамике, и причем не с внешней стороны, а с внутренней стороны, то есть, что происходит внутри клетки, и создавать 3D-реконструкцию, ну, фактически запустить нано-бота, ваш организм, и посмотреть, отсканировать все тело изнутри. Конечно, это даст фантастическую информацию. Ну, одна из таких, может быть, технологий, возможно, связанных, допустим, с эндоскопией, вот, ФГДС, да, многие делали эту процедуру, и все понимают, что эта процедура не очень приятная, да, хотя у нас есть технология, которые позволили бы сделать процедуру безболезненной, простой, и делать такой скрининг можно было бы уже, ну, огромному населению, безболезненной. Это ваша лаборатория? Нет, нет, имеется в виду, наша лаборатория этим не занимается непосредственно, я имею в виду, сейчас уровень технологий таков, что мы можем сделать, скажем, скажем, этот вот кабель, который мы глотаем внутри себя, сделать в десятки раз меньше. это раз, и не только сделать в десятки раз меньше, мы же должны же ту область осветить, мы же должны же там собрать информацию, но мы можем сделать ин-ситу, химическую диагностику, сделать картирование, ну, допустим, поверхности желудка, например. На самом деле, такие прототипы уже в мире существуют, я, правда, не знаю, как это коммерциализируется в данный момент времени, но, по крайней мере, можно отказаться от того, чтобы отрывать кусочек ткани, потом отправлять отдельно на биопсию, например, да, то есть, во-первых, это дольше, это вреднее, да, и, ну, вот, соответственно, человек находится еще в таком состоянии, потому что, когда человек находится в таком состоянии, ну, я, как медик, может быть, могу ерунду сказать, но, мне кажется, даже диагноз, который ставит врачи вот в таком состоянии, потому что там может выброс там желудочного сока, там все, что у живого, то есть состояние будет другим, но все равно, когда вы меряете давление, вам говорят, вы должны спокойно сесть, согнуть руку, и тогда вы получите правильное значение, если вы будете там разговаривать, ходить, и понятно, что значения будут некорректными, но тебе представить, это человек, который вот, как на электрическом стуле, трясет, и проводит там диагностику, и так стрессовый, да, он находится в стрессовой ситуации, и, соответственно, возможно, даже врач может делать какие-то ошибочные диагнозы, например, то есть это тоже не исключено, вот, ну вот просто простой пример, что есть технология, нет продукта, ну, кстати говоря, это сейчас болезненная тема в том смысле, что вот мировые такие единороги, гиганты, такие как Google, Facebook, Apple, которые думают, что придет на смену нашим смартфонам, и, скорее всего, это будет, безусловно, связано с дополненной или виртуальной реальностью, и, опять же, у нас есть все технологии для этого, а продукта нет, и в этом смысле, видите, тут нужно подключать, скажем, наших гуманитариев, например, маркетологов, которые бы могли, как вот Стив Джобс в свое время придумал iPhone, и который завоевал весь мир, и совершил гигантский прорыв, вот сейчас, несмотря на то, что Google создает там Google Eye, да, то есть очки, то есть создает специальные, значит, такие очки виртуальной реальности, но это продукты, они жутко неудобны, они пока не могут придумать что-то, чтобы пришло на смену такого массового потребления, как это вот мы... Ну, наверное, мы здесь в этом вопросе уперлись в биологические возможности человека, у него есть две руки, два глаза, две ноги, соответственно, если ты носишь шлем виртуальной реальности, ты не можешь носить его, не можешь носить его постоянно, потому что с реальностью еще сталкиваешься не только виртуально, но и обычно, тебе надо переходить дорогу иногда, вылавлять красный-зеленый сигнал светофора, и в этом, наверное, проблема, в том числе и вопросам в антропологическом особенности человека. Ну, я думаю, что на самом деле, мне, с моей точки зрения, тут дело будет, безусловно, за фотоникой, и многие эксперты сходятся на той мысли, что способ визуализации должен быть ни на очках, ни на экране перед глазами, это должны быть какие-то географические образы, то сейчас вы наверняка знаете, есть уже виртуальные клавиатуры, есть уже, ну, да, кстати, географический телевизор уже давно сделан, на самом деле, лет, по-моему, 51-й прототип, насколько мне известно, существует, то есть, как это мы смотрим сегодня в таких, там, футуристических фильмах типа «Аватара», значит, когда у нас компьютер сам, то есть он рисует систему лазеров вам в 3D какую-то картинку, то есть у вас виртуальная клавиатура, и человек непосредственно взаимодействует с географическими образами. Скорее всего, это будет более удобно человеку в пользование, чем нежели какие-то вот технические железки, которые будут, нужно их прикреплять, обвязывать, с собой носить, то есть я думаю, сейчас ключевая проблема, чтобы не носить, то есть мы сейчас это носим, это прикладываем, смотрим, это неудобно, вот мне кажется, следующий шаг маркетинга, такой ход должен быть, да, что человек должен получить доступ к информации, к ее обработке, визуализации без каких-либо вот гаджетов. Ну вот сейчас мы смотрим фильмы Марвел, Железный человек, Мстители, там как раз эта технология показана, когда трехмерное изображение высвечивается, чего-то, и прямо на нем что-то делают, показывают, да, 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 и голосовые команды опять-таки, да, как это, и может быть даже доживем, что у нас будет какая-то, какое-то даже внедрение в сетчатку, чтобы все было уже непосредственно в человеке. Ну, я думаю, не только в сетчатку, сейчас Илон Маск пытается уже делать нейросетевые платы, проникают в область человеческого мозга и правильно делает, потому что, ну, скажем так, все-таки, как говорил, великий копица, 21 век, это век биологии, и первое задание, все, и все, что связано с наукой, это будет направлено на человека, ну, понятно, это здоровье, долголетие и тому подобное. и, но в плане такого дилектического развития ключевой задачей является, конечно же, сознание, как работает человеческий мозг. Мы до сих пор не знаем, как это происходит, и в этом контексте говорить о развитии какого-то там искусственного интеллекта, кстати, тоже сейчас хайп, да, вы знаете, это тоже вещь достаточно надуманная, потому что никакого искусственного интеллекта на самом деле не существует. можно говорить об автоматизации каких-то процессов, можно говорить о, скажем, об обучаемых вещах. то есть, это все понятно, но имеется в виду, то есть, мы просто пытаемся просто автоматизировать какие-то рутинные операции, процессы и так далее. Понятно, что создать некий некий искусственный интеллект, который бы обладал какими-то мыслительными способностями, творчествами и так далее, создавал качественные новые знания, конечно же, это до этого долярности пока не пахнет. Да, я думаю, что и сомневаюсь, что в этом произойдет столетие. Сергей, вот, возвращаюсь к вашей лаборатории. А что вам не хватает для вашей работы? Например, числа оборудования. Вот вы сказали о человеческом капитале и возможности выйти из лаборатории встретить, любого человека поймать в институте физики и с ним завести речь о вашей теме и вот тебя тут же поддержат. Это то, что за это дух определенный, да? То, что вам в дефиците у вас сейчас, я правильно понимаю? Да, через капитал в дефиците. А в железе? То есть, что вам нужно для лаборатории? Вот о чем вы мечтаете поставить у себя в лаборатории? Чего вам не хватает для того, чтобы совершить какой-то скачок, открытие дополнительно? Вот даже для того плана, о котором вы говорите, о том, о чем вы сейчас работали. Вот что вам не хватает? Что нам не хватает? Конечно, нам не хватает чистой комнаты, безусловно, потому что высокие технологии, нанотехнологии, вот те значит оптические интегральные схемы, которые делаются, они делаются в чистых комнатах класса А1. что было понятно, частота там примерно в тысячу раз выше, чем в лучших операционных, которые находятся вот в нашем, например, в наших медицинских центрах. Любая микрочастица, которая попадает на пластину, приводит к тому, что становится браком. Это дорогое удовольствие, безусловно. Это чистые комнаты, это действительно инфраструктура, это криогенная система, то есть доступ к низким температурам, к высокому вакууму, для того, чтобы двигаться дальше хотя бы, если уж не обогнать наших коллег в США, то по крайней мере соответствовать их уровню и двигаться вместе с ними. в этом направлении. Безусловно, у нас сказать, что у нас нет оборудования, так нельзя. У нас очень много оборудования всякого разного, но проблема заключается в том, что это оборудование приобретается не совсем системно. Ведь человек покупает то, что он знает, и человек видит то, что знает, слышит то, что знает и так далее. Поэтому каждый человек на своем месте покупает то, что он понимает. В итоге нет какого-то объединяющего звена, чтобы оборудование все работало эффективно в масштабах одного института. вот это действительно такая очень серьезная проблема, которая пока, к сожалению, никак не решается. Но, с другой стороны, эта проблема вытекает из того, что, видимо, нет какой-то большой задачи, возможно, даже со стороны государства, как это раньше было, госзаказ, была гонка вооружения, была вот у нас до перестройки был там хоздоговор по созданию СО2-лазера, например, были большие деньги от военных, значит, был большой коллектив, до 100 человек на кафедре, то есть государство тоже играет немаловажную роль в том, чтобы наука могла как-то процветать. Такого спроса нет, государство не дает этого спроса. С другой стороны, государство показывает пальцем на бизнес, пожалуйста, бизнес, давайте, вот, будьте высокотехнологичными, идите сюда. бизнес не идет сюда. Роснано? Роснано это госкорпорация, это не бизнес. Это что-то среднее? Нет, это не среднее, это госкорпорация, это бюджетные средства. Это скорее как венчурный фонд. там есть признаки венчурного фонда, то есть они используют государственные, бюджетные, это деньги налогоплательщиков, они инвестируют их в достаточно большие предприятия, скажем так, даже не в стартапы, в классическом понимании, и покупают доли, потом эти предприятия как-то развиваются, они эти доли продают, но я на самом деле пока вот каких-то ярких таких вот прорывов, несмотря на то, что я сам проработал в этой отрасли 7 лет, я имею в виду венчурную индустрию, то я на своей памяти не помню каких-то таких ярких примеров выходов из компании. Вот, кстати, один из выходов для примера могу привести как раз был связан с компанией в Москве по созданию атомно-силовых микроскопов, собственно говоря, чем сейчас занимается нашла лаборатория, там было инвестировано, грубо говоря, 50 миллионов рублей, а продали компанию там за 80 миллионов рублей. Ну, то есть, это очень маленький был чек на тот период, 50 миллионов это очень маленькие деньги, ну, 80 миллионов, но вот профит это, ну, не знаю, то есть, все-таки венчурная индустрия предполагает какие-то кратные... Тысячные, кратные, на нефти больше не заработает. Абсолютно так, да. На своих кисках больше заработает, да? Совершенно верно. Вот, ваша лаборатория и ваши работы в этой лаборатории, вы видите возможности создания на базе тех исследований, тех продуктов, которые вы создаете, тех идей, которые вы там рождаете, какой-то стартап, и чем этот стартап может заниматься? Безусловно, это так, и это моя мечта. Как я уже говорил, в силу того, что я получил опыт работы с венчурной индустрией, и понимая, как работает эта отрасль, и я для себя задался за целью, чтобы пройти этот путь от начала и до конца. То есть, от научной разработки, от получения нового знания до конкретного, конкретной монетизации проекта и получения в конце пути конкретного железа. Но вот сейчас мы занимаемся, как я уже говорил, созданием нелинейной металлинзы для оптистического субдифракционного микроскопа. В этом году мы, кстати, запатентовали уже решение, и нам помогает непосредственно бизнес. То есть, это мне очень приятно, что бизнес смотрит, то есть, когда я работал по ТУС-стону, со стороны венчурного фонда, я прекрасно понимал, что работать с учеными крайне трудно, в том смысле, что люди несколько левитают в облаках и пытаются продать то, что не работает. Мне сейчас приятно, что есть компании, которые серьезно смотрят на будущее, они нам верят, они инвестируют в нас, в частности, помогают финансовым образом, потому что, как я уже говорил, что иметь лабораторию и оборудование это недостаточно, то есть, необходимо аксессуары, необходимо расходные материалы и так далее, чтобы процесс шел непрерывно. Вот, и я надеюсь, что у нас все получится и мы попробуем вывести на рынок новый продукт. Мечта у меня такая, что, скажем, те, кто знают, что такое атомно-силовой микроскоп, где используется такой зонд, который, ну вот, спектроскопия это наши глаза, то есть, если проводить такую параллель, атомно-силовый микроскоп это наши руки, если мы закрываем микроскоп, мы можем общупать стол и понять, как он выглядит. Вот, наша линза позволит наша линза позволит визуализировать объекты за пределами дифракции без общупывания в режиме реального времени, если это получится. Сейчас мы делаем эксперименты, публикуем работы. А вот эта компания, которая к вами заинтересовалась, это татарстанская компания или... Нет, это московская крупная компания. И можно ли мы назвать эту компанию или пока это не желательно? Ну, можно. Это компания Астек Групп. Это группа компаний Астек. Почему я спрашиваю? Потому что примеров научно-промышленной кооперации в России на самом деле не так много, особенно связанных с хай-теком. А сейчас стоит национальный проект наук есть такой, как раз создание научно-образовательных центров мирового уровня. Ключевая философия это идея о том, что именно бизнес будет ориентировать ученых, финансировать их отчасти, сам отслеживать, насколько это ему интересно, соответственно, не в командном режиме. И этот проект на самом деле буксует. Если мы посмотрим, заявлен он был в марте 2018 года, прошло уже более полутора лет, выделены серьезные деньги, относительно серьезные, по российским меркам серьезные, 650 миллиардов практически рублей. Но вот почти два года прошло, и ни рубля из этих денег зарезервировано в бюджете никому не выделили, потому что выдавать пока некому. И вот это научно-промышленное кооперация, о которой все давно мечтают, буксуют. На вашем примере можно сказать, что научно-промышленная кооперация в отдельном лаборатории Казанского федерального университета случилась или близко к тому, что случится? Да, совершенно верно. Мы пытаемся делать правильно всю цепочку. То есть, как я задался целью, от создания нового знания до коммерческого продукта мы должны этот путь пройти честно. То есть, наступит этап, когда я буду заниматься привлечением инвестиций и пойду в венчурные фонды. Пока этого не делаю, хотя деньги получить сегодня не проблема именно в венчурных фондах. Другое дело, что эти деньги должны правильно работать. И я понимаю, что сейчас это слишком рано. А почему бы не получить деньги от бизнеса на ту же чистую комнату? На астический резограф, который понадобится? Это не окупается. Да, но это достаточно большие деньги. И понятно, что даже на Западе бизнес вряд ли будет вкладываться такими деньгами. Например, купить чистую комнату или электронный микроскоп это очень большие деньги. Вы сможете эту металлинзу? Да. вы сможете стать если бы это не было возможным я бы это не делал. С туалетом, который ходит в сапогах тоже можете создать? К сожалению, да. У меня еще один вопрос есть. связан человек с капиталом. Как много из молодых людей чувствуют интерес к вашей работе, с тех, кто выбирает себе физику как призвание, как направление в жизни? есть к вам очередь. Да. И где вы находите этих ребят, которые из вас появляются? Как вы их отбираете? Ну, я обычно приходят людям, обычно это второй курс, хотя я прекрасно понимаю, что для того, чтобы получить хорошего студента, я должен идти в школу и начинать, как вот Борис Николаевич Соломонов, наш известный профессор из института химии, занимается с восьмиклассниками, к сожалению, эту работу не делаю и надо брать пример. То есть я начинаю где-то работать со вторым курсом, когда люди приходят, я делаю небольшой мини-экзамен, то есть я прошу вычислить простейший интеграл, взять производную, вычислить, скажем, какой-нибудь бесконечный ряд, что-нибудь, какие-нибудь дебрят, то есть посмотреть, просто как человек может быстро решать какие-то задачи простые, но с небольшими подвохами. Человек мог немножко посоображать. Если я смотрю, что человек как-то пытается задачу решить, то с ним в принципе можно работать. То есть это не теоретический минимум Ландау? нет, 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 это не теоретический минимум Ландау, это, я думаю, что это здесь излишнее, это не тот уровень, но тем не менее это так. если честно, конечно же, у нас, вот у меня двое аспирантов сейчас, они были на радиофизике, и они почему-то захотели пойти ко мне, и для этого нужно было им пересдавать кучу экзаменов, переводиться на физику, то есть это целое такое мероприятие, они все это дело проделали успешно, и вот замечательно сейчас занимаются наукой, учатся в аспирантуре, и я думаю, что они защитят успешно свои диссертации в ближайшее время. Вот, это все говорит о студентах, если говорить о школьниках, я иногда читаю лекции, допустим, в разных школах, в частности в лице имени Лобачевского, то понятно, что очень там много талантливых ребят, и, конечно, они в своем большинстве ориентированы на вузы в Москве и в Петербурге, это, в общем-то, наверное, три главных вуза, это МГУ, Фестер, и ТМО, на вопрос, почему, что вот здесь вот у нас есть достаточно неплохая лаборатория мирового уровня, они говорят, но тем не менее мы не видим перспективы для себя в будущем, вот находясь в рамках этой лаборатории. Что имеется в виду подперспективы? Подперспективы, опять же, я имею в виду человеческий капитал, то есть вот молодые ребята, они, им не просто нужно там сделать высокую стипендию, хотя там стипендия доходит, ну вот аспирантов, например, в ТМО, значит, колтехи составляет от 80 до 100 тысяч рублей, например, у нас 7 тысяч, но это не главное на самом деле, все-таки, на мой взгляд, главное в нашем деле это коллектив и научная атмосфера, среда, которая за последнее время очень сильно пострадала в силу разных причин, в силу того, что мы пытаемся формализовать науку, образовательный процесс, и это, к сожалению, приводит не к положительным каким-то результатам, а все как-то вот сдвигается, смещается в другую сторону, к сожалению, вот, и молодежь это чувствует. Другое дело, что опять же, мы же, я же привел позитивные примеры других вузов, которые тоже находятся в России, там пытаются отдельными группами такие условия создавать, и это прекрасно, я считаю, что... Ну вот вы вспоминали Бориса Николаевича Соломонова, я так понимаю, у него тоже такая группа, 20 человек, это в рамках университета на мой взгляд, насколько я могу судить, насколько я представляю, что происходит в университете по всем показателям, это и образование, это наука, и бизнес, то есть человек показывает лучше... У меня еще один вопрос есть, вот вы сказали о том, что вы тестируете своих студентов, второкурсников, которые к вам приходят, это, насколько я понимаю, достаточно массовый такой скрининг идет, или тот, кто к вам записался? Нет, нет, это не массовый скрининг, ни в коем случае... Ну, вот у меня сейчас ко мне записался молодой человек, сейчас он же на третьем курсе, очень талантливый студент, отличный, круглый, и когда он ко мне пришел, я вообще его выгнул, он его выгнул, я говорю, ну, то есть, я не пытаюсь, то есть сейчас идет как бы борьба за кадры, я говорю, ты походи, посмотри, пообщайся с народом, может быть, кто-то где-то, то есть человек на самом деле должен выбрать себе по душе, вот ему должно это нравиться, чем он занимается, к сожалению, во многих местах этих молодых ребят, молодые умы, их легко обмануть, их можно легко запутать, им можно наобещать золотые горы, они верят, они еще такие чистые, наивные, хлопают глазами, идут, а потом очень много, я вижу, разочарованных лис, и буквально ко мне приходят после занятий из других лабораторий, реально плачут, что вот они так ошиблись, что делать, помогите, посоветуйте, вот я встречаюсь с такими случаями, к сожалению, вот, поэтому я не пытаюсь, скажем так, взять в рабство какого-то студента, я пытаюсь, чтобы он походил, поговорил максимально, чтобы он мог принять самостоятельно решение, и, ну, так я его раз-два выгонял, 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 и потом говорит, все, я все понял, я со всеми поговорил, вот здесь, все, я хочу здесь, ну, все, тогда пошли решать примеры, решили примеры, и, в общем-то, сейчас он начал активно работать. Я опять вспомню в СУЕ Борис Николаевич Соломонова в одном из разговоров, как-то он мне сказал, что проблема физфака, кФО сейчас, это то, что он отходит от экспериментальной физики в сторону теоретической, дрейфует, соответственно, для меня, как для человека, который далек от физики, все это достаточно туманно, но справедливо на вас ждет эти слова, и в чем заключается опасность утраты экспериментальной физики, как нам его возродить, если это действительно так? Абсолютно правильное замечание, действительно, это так, это происходит, этот процесс. В чем отличается экспериментальная физика, теоретическая? Давайте так, хотя бы, ну, начнем с того, что физика, это наука природе, это изначально наука экспериментальная, так же, как и химия, это наука экспериментальная, так же, как и биология, и медицина, это все науки экспериментальные, это науки, это науки о природе, об изучении, значит, свойств, движений и так далее. Безусловно, в силу того, что если это наука экспериментальная, безусловно, люди должны заниматься экспериментом. Все остальное, имеется в виду моделирование, теоретические методы, это все вторично, но это тоже очень важно, потому что без теоретических подходов, конечно, экспериментальная физика и другие науки не так сильно бы развивались. Здесь необходим баланс, безусловно. Вообще говоря, я бы сказал так, что на 10 экспериментаторов должен приходиться один теоретик, то есть, безусловно, львиная доля людей должно заниматься экспериментом. В чем проблема? Наука, эксперимент, это дорого. чтобы заниматься экспериментом, как я сказал, это необходимы большие инвестиции, которых нет. Следствие, если нет ресурсов, нет оборудования, нет людей, все это проще взять листок бумаги с карандашом и заниматься теоретическими вещами или взять еще проще сейчас очень модного. Даже сейчас теоретическая физика, к сожалению, не так развивается, как это было, скажем, в Советском Союзе, сейчас под теоретической физикой часто понимается уже просто численно моделирование на компьютерах. То есть, люди начинают симулировать, создавать, рисовать картинки и так далее и получать какие-то новые знания на этой базе. Это немного не то. Поэтому Борис Николаевич абсолютно прав. На физфаке должен развиваться эксперимент и должны инвестироваться значительные ресурсы в этот эксперимент. так же, как и на химфак, так же, как и на биофак. Когда-то очень давно, когда я еще был студентом-аспирантом, я познакомился с одним человеком, который был тоже аспирантом и на физфаке. Я вам защищал диссертацию, он теоретически обосновал, я не знаю, чем он занимался, но теоретически диссертацию обосновал какой-то процесс изучения и он, когда вышел на эксперимент, эксперимент не сошелся. Он диссертацию переписал, нашел ошибку, исправил. Снова вышел эксперимент, эксперимент опять не сложился и он сошел с ума. В свое время тоже один мой знакомый рассказывал о том, что когда приходили студенты на МФТИ московские, им говорили на физику именно. Ребята, поздравляем вас, наш институт это самое большое место на Земле, на квадратный метр в России, в Советском Союзе тогда еще, по количеству сошелших с ума людей. То есть это все очень сложно, очень тяжело. Есть такой критерий, ну это конечно смешно, забавно, если так использовать, такой критерий оценки института как количество сошедших там с ума студентов, аспирантов. Казанский, в Казанский институт физики сейчас с ума сходит по-прежнему? Ну для того, чтобы сойти с ума, нужно дать как минимум нагрузку. В силу того, что нагрузки сейчас нет, поэтому число людей, которые сходят с ума, их тоже нет. Хотя, когда я учился в аспирантуре, такие случаи еще были. Я думаю, что мы с тобой вместе уже учились в аспирантуре примерно в одно и то же время. Да, да, да. Мы даже в одном том человеке говорили. Да, совершенно верно, скорее всего так. Поэтому, ответ очевиден, при таком уровне финансирования даже невозможно сойти с ума. Ну на самом деле, я так понимаю, институт физики финансировался очень хорошо, там в деле серьезные ресурсы, возможно, речь идет о просто распылении каком-то и отсутствии конфиграции. Ну, здесь, конечно, я уже об этом выше упоминал, что покупается оборудование разными группами, которые никак между собой не связаны. и нет какой-то стратегической большой задачи, которая бы могла объединить несколько лабораторий, чтобы мы могли решать какую-то большую крупную задачу. это может быть здоровье, например, или память, я не знаю, либо можно взять какую-нибудь задачу, связанную с космосом, То есть, поставили цель, как это в свое время спросили американцев, зачем мы выставили человека на луне, то есть, что нам это дает для обычного гражданина. И, в общем-то, ответ очень очевиден, то есть, благодаря этому мы создали целые отрасли в экономике, мы создали рабочие места, мы продвинули общество значительно вперед. Вот смотрите, в 60-70-х годах это рассвет тогда физмата университета, тогда такая цель стояла. Общий главный, на мой взгляд, да, это связано с именем профессора Альтшулера, это связано с разработкой для военных, конечно, госзаказ кристаллов под лазерной технологией, каких-то еще, связано с лазерными разработками. Сейчас такой цели нету, а почему не использовать те разработки, старые, или заказа нету? Или это уже все устарело и идея временем Альтшулера это все уже... К сожалению, как раз мы сейчас зачастую многие группы занимаются так называемым эффектом полишинеля, то есть мы пытаемся продать то, что уже давно существует. Особенно это касается в области нефтегазовых технологий, например, значит, скажем, в химии многие такие технологии продаются, но которые даже физики в том числе то, что делалось великолепно. То есть даже простой пример тонкопленочные структуры, которые мы делаем, они делались в 60-х годах и на очень высоком уровне. Мы просто об этом не знаем. То есть я вот по то, что мы сейчас делаем, часть работ я делаю в Москве и сталкиваюсь с работой на установках как раз в 60-х годах. Они ничуть не хуже, чем те современные, которые сегодня производятся и которые мы покупаем, и на которых работаем в частности в нашем университете. Поэтому тот задел, который был в Советском Союзе, он фантастический и по большей степени мы до сих пор по инерции используем результаты инвестиционной деятельности Советского Союза. До сих пор. Как в науке, так и в военно-промышленном комплексе. Так же, как и в ракетостроении, я полагаю. Есть еще такая крылатая возможно фраза о том математика и физика это основа любого университета, который классического, большого, известного. Без этих дисциплин невозможно развитие смежных биологии, той же физики, химии, возможно, даже социально-гуманитарных каких-то наук. Как это можно возможно каким-то на ярких примерах привести, когда физика Казанского университета поддерживает, толкает в другие направления. Или наоборот, другие направления к вам приходят, говорят, ребята, дайте нам что-нибудь, чтобы нам помогло. Те же биологи, потому что там очень серьезные ресурсы, и там действительно серьезные движения идут у наших биомедиков. Те же химики, айтишники, другие смежные полости. Если вам приходят, ребята, сделайте нам что-то, сделайте нам это. Вот так вам говорят. Да. На самом деле, я уже выше как-то уже частично ответил на этот вопрос, но я еще раз повторюсь. Что касается математики, вообще математика — это язык. Но вот прежде чем любую установить коммуникацию между людьми, то есть мы сейчас говорим на каком-то языке, в данном случае мы говорим на русском языке. Чтобы общаться с англичанином, нам нужно выучить английский язык, чтобы установить коммуникацию, осуществить обмен информацией и так далее, знаний и тому подобное. Математика — это тоже язык, который позволяет говорить, во-первых, который позволяет формализовать какие-то научные, формализовать закономерности, формализовать какие-то связи, причинно-следственные и так далее и позволяет людям говорить на примерно одном и том же языке. Что касается физики, тут мне вспоминаются слова одного моего профессора, который нам читал лекции по общей физике, он говорил примерно такие слова. Ребята, если вы сможете понять квантовую механику, вы можете разобраться в любой области знаний. В любой. Потому что ничего сложнее, чем квантовая механика, в природе не существует. То есть вы можете стать, изучив квантовую механику, бизнесменом, политиком, поэтом, экономистом. Очевидно, что человек, получивший экономическое образование, никогда не разберется в квантовой механике, он никогда не станет физиком. То есть здесь, как по принципу диода, только в одном направлении. Физика, как я уже говорил, это наука о природе. И то, что междисциплинарные такие направления, как биология, химия, нуждаются в физических исследованиях, это безусловно. Ну это, например, свет. Свет, оптика, она играет, пожалуй, наифундаментальнейшую роль в исследованиях биолога. Ну как? Ну для биолога сегодня главный инструмент это оптический микроскоп, который, собственно говоря, изобрели физики. Принципы, то есть не только оптическая микроскопия, это ЕМР-спектроскопия, это, значит, масс-спектрометрия, это электронная микроскопия, это все придумали физики, это физические разработки. Более того, например, такой из ярких примеров, ну пойдем куда-нибудь в школу, например, в седьмой класс, например, люди сегодня за 15 минут изучают закон всемирного тяготения. Хотя Исаак Ньютон, который опубликовал математическое начало натуральной философии, по-моему, дай бог памяти, это был 1665 год, он выводил этот закон 20 лет. Сегодня мы даем эту информацию школьнику в седьмом классе за 10 минут. Выводя этот закон, Ньютон открыл два новых математических направления интегральное и дифференциальное исчисление. Одновременно с Лебницем. Да, да, совершенно верно. То есть, какова роль математики и физики в развитии, скажем, естественных наук? Она колоссальная. Хорошо, я вопрос свой попробую уточнить, сконцентрируюсь, сделать его более билетристическим. Андрей Павлович Ясов, директор, уважаемый в нашем институте фундаментальной медицины и биологии, он к вам зайдет и скажет, Сергей Сергеевич, сделай мне что-нибудь, вот что-что-нибудь он может спросить или уже просил. Имеется в виду, есть ли эти связи в университете между институтами, между направлениями, насколько эти внутренние коллаборации разнопрофильные жилы и институты? Ну, насколько мне известно, со мной лично нет, но я знаю группы, которые с ними взаимодействуют, например, группа профессора Симашко, группа профессора Клочкова, например, то есть они активно с ними взаимодействуют и решают какие-то задачи. Вот, ну, эта задача больше носит фундаментальный характер, связанный с исследованием, скажем, структур, там, молекул, белков и так далее. А что касается такого конкретного предложения сделать какое-то устройство, да, все хотят это устройство получить, но все хотят это устройство получить за бесплатно. Значит, гигантская проблема заключается в том, что наука сегодня крайне недооценена. Почему-то, кстати, люди приходят из бизнеса, пытаются предложить какой-то проект, и мы показываем свои возможности, что мы умеем делать, и люди приходят в неописуемый восторг, и говорят, мы хотим с вами работать, и когда я расписываю, сначала я это делаю все бесплатно, безусловно, чтобы показать людям, сделать рекламу, людям все нравится, и так далее. Потом, когда дело доходит до проекта, я составляю смету, и они видят сумму денег, которые я пишу, их это пугает, и они говорят, почему так много? Я говорю, потому что наука стоит дорого, наука это дорого, потому что мы привыкли к тому, что часто технологии заимствуются где-то от откуда-то, поэтому создается впечатление, что это дешево, что это падает откуда-то с потолка. И с этим, к сожалению, надо как-то бороться и понимать, что... Кстати, бизнес, почему он как бы не бежит в науку, потому что он прекрасно понимает, что если вкладываться в какую-то научную разработку, это будет неподъемно дорого для них. Проще купить уже готовый продукт где-то на стороне, уже купить. Это, наверное, ответ на вопрос, почему буксуют научно-промышленные кооперации. Абсолютно так. Абсолютно так. То есть... Но возвращаясь к вопросу, сколько может... К примеру, самый простой вопрос, зарплата профессора, который занимается сегодня в Среднеэстетическом университете. Когда я слышу цифру 50 тысяч рублей, это становится странно. Но профессор не может получать меньше 500 тысяч в месяц. Понятно, что он должен заниматься качественным образованием молодого поколения, он должен заниматься профессионально научной деятельностью, нести гигантскую ответственность за то, что он делает. У нас же проблема в том, что у нас сейчас ответственности никто не несет за то, что мы получаем за ресурсы. Поэтому с таким подходом я думаю, далеко мы не уедем. То есть, мы должны активно инвестировать в человеческий капитал. То есть, профессор не может получать меньше 500 тысяч в месяц. Как это было в Советском Союзе. Если пересчитать зарплату профессора в Советском Союзе, это по сегодняшним деньгам примерно 500 тысяч в месяц. Ну что ж, Сергей Сергеевич, время передач наше подходит к концу. Тем осталось много, вопросов много. Надеюсь, в следующих программах мы как-то еще эти темы обсудим. А сейчас я хочу поблагодарить вас за интереснейший разговор. И попрощаться с нашими телезрителями. До новых встреч. Смотрите нас на канале Универ ТВ. Спасибо большое. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин